Денис Захаров И о его приключениях в Ленинграде и Москве, и о его творчестве, о его книгах, о его переписке, о его дружбе, о его слабостях, о его сильных сторонах никто, наверное, не знает больше, чем Денис Захаров Это абсолютно подвижнический труд, который выполняет Денис, он живет в своем доме, обложился книгами, наверное, не знаю, у кого есть еще такая коллекция книг по капотоведению Может быть, где-то существует она или в Москве, или в Петербурге, или где-то за океаном Но мало кто, наверное, так любит по-настоящему Трумана Капота, как Денис Захаров И знает о нем практически все Я уже рассказывал в эфире об удивительной истории, которая приключилась, когда молодой Труман Капота приехал в конце 55-го года в Советский Союз Сначала в Ленинград, потом в Москву, освещать гастроли Everyman's Opera, которую привезли в СССР оперу Porgy Bass Вскоре после возвращения на родину он заканчивает роман «Завтрак у Тиффани» и становится мировой знаменитостью Ну вот, вкратце эта история так Такова я дополнял ее разными подробностями О них как-нибудь напомню еще раз Денис Захаров, если вам интересно все, что он пишет о Капоте, найдите его просто в любых социальных сетях Подпишитесь и узнаете еще много всего интересного Ну вот, такое обстоятельство Как вы наверняка знаете, Труман Капота происходил с американского юга Такого места драматичного, потрясающего, живописного, богатого на разные типажи, разных людей, богатого исторически, в общем, все прочее Из небольшого города Монравиль, его соседом с детства и другом с детства была американская писательница Харпер Ли Та, которая написала книгу «Убить пересмешника» И они были друзьями с детства, более того, Харпер Ли помогала Капоте писать еще один его знаменитый роман «Помимо завтрака у Тиффани» «На кровное убийство» И дружили они всю жизнь Капоте не стало в 1984, кажется, году Харпер Ли умерла только в 2016-м, родились они вот в середине 20-х годов И всю жизнь дружили Поэтому Денис по долгу дружбы и по долгу службы изучает не только Капота, но и все его ближайшее окружение В том числе и Харпер Ли И сейчас готовится к выходу книга малоизвестных текстов Ну, у Харпер Ли все знают роман «Убить пересмешника», написанный в середине 50-х годов После этого Ли практически ничего не написала Был только второй роман, который был, если не ошибаюсь, издан недавно Но есть еще произведения малой формы, над которыми она работала А помимо этих произведений малой формы, то есть рассказов, есть еще письма Которые Харпер Ли жила уединенно в своем городе Монравиль Причем, знаете, туда, естественно, организовалось паломничество Так вот, несколько десятилетий ни фанаты, ни корреспонденты, ни папарацци Никто не мог найти дом, в котором в этом небольшом городе живет Харпер Ли Потому что ее соседи хранили такой обет молчания и не выдавали никому, где живет их знаменитая землячка Ну вот, ну, все потом, естественно, узнали и осаждали ее дом Но, тем не менее, она жила не затворницей, а, скажем так, не общавшись с журналистами И прожила всю жизнь у себя в Монравиле Так вот, она вела активную переписку, потому что она все-таки затворницей в чистом виде не была И Денис собрал по интернет-аукционам сканы этих писем, расчифровал их, перевел на русский язык И готовится выпустить уникальным тиражом в 100 экземпляров Вы можете больше узнать об этом проекте, если, опять же, правда, найдете Дениса Захарова в социальных сетях В любой, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, где вам понравится Ну вот, Денис любезно предоставил мне одно из писем Харпер Ли, которое войдет в этот сборник Это любопытное письмо, адресованное актеру Грегоре Пеку Его жени Вероники, Грегоре Пек, как всем вам известно, сыграл в фильме «Убить пересмешника» Небольшое предисловие Ли, она все-таки работала над книгами, и одна из этих книг была документальной под рабочим названием «Проповедник» Она рассказывала о чернокожем священнике Уильям Максвелле, тоже из Алабамы Из того же штата, из которого были Харпер Ли и Трумэн Капоте Этот человек, Уильям Максвелл, подозревался в убийствах многочисленных жен и родственников ради получения страховки Харпер Ли заинтересовалась этой темой, и в начале 70-х поехала на место событий, чтобы собрать материал И спустя годы, в начале 80-х, она еще не теряла надежды закончить этот проект О чем, собственно, она и сообщила в письме своим доверителям Я вам прочту эксклюзивно доверенное мне Денисом Захаровым письмо Харпер Ли, адресованное Грегори Пеку и его жене Веронике «Юффелла, Алабама, 6 января 1981 года Дорогие оба!» Ну, обращаясь к обоим, пишет Харпер Ли «Я нахожусь в Юффале, штат Алабама, чтобы спокойно поработать Вы никогда тут не были и многое потеряли А еще вы не видели мою сестру Луизу, которая живет здесь уже 44 года, да поможет нам Бог Она вышла замуж, когда мне было 10 Итак, зачем мне работать? Потому что я обязана Луиза, словно цербер, стережет мое уединение И даже не разрешает мне ходить на рыбалку, пока не наступят сумерки Она, подобно мужу Каллет, держит меня заперти в одном крыле дома Ну, хоть и да, замечательная Кажется, Джин Фаулер сказал Писать очень легко Вам нужно лишь сидеть, уставившись на чистый лист бумаги Ровно до тех пор, пока на лбу не выступит кровь Когда я писал о пересмешниках, никому не было дела до меня Теперь я чувствую, что мне дышат в спину, но я не собираюсь отказываться от этого проекта, пока он не достигнет определенного уровня совершенства Моему агенту нужны кровь и вскрытие трупов Издатель хочет еще один бестселлер, а мне нужна чистая совесть, чтобы не обманывать читателя Получудесное письмо настоящего автора, страстно увлеченного собственной работой